Турки красивые, я не спорю, очень красивые, но, блин, это все на унижении построено, это тоже неправильно. Не, ну зато они как-то, ну, человеческие потребности. Они красивые, они очень красивые, турки очень красивые. Вот. Ну, а вы были в Турции? Турки очень красивые. Вы покупали путевку в Турцию, она стоит там 300-500 долларов. Я была в Турции, я была в Египте, в Турции. Странные люди, странные, странные люди. Странные люди, я тоже это заметил. Я вчера, кстати, с Мессией общался. Это кто? Ну, вот помните, был Мессия 2000 лет назад? 2020. Ну, как же вы могли с ним общаться, он же 2000 лет назад был? Нет, это был первый. Потом еще был Пророк, а это уже Третья Мессия, он сейчас в Москве живет. Это кто? Ну, у меня с ним даже, я это самое, с ним пообщался. Опять? Сергей Сергеевич его зовут. Это кто? Ну, в Москве, у меня даже, я фамилию где-то записывал, я забыл его фамилию. Боже, даже не представляю, кто это такой. Он родился 12 апреля 1964 года. 1960? Блин, старый какой. Да. И он в 13-м году, он понял, что он Мессия, вот я тут с ним общался. Так странно. Ну, странный, он вообще странный человек, когда у него снадобья нету, он не контролирует свои... А что он употребляет? Ну, он как-то сказал, там, какая-то вытяжка из опиумного чего-то, я не сильно в этих делах разбираюсь. Короче, он это называет снадобьем. Ну, что-то наркотическое, я так понял. Ну, да. Странный человек. Если честно, очень даже зло. Почему он это употребляет? А ему уже, ну, не дают это употреблять, потому что его психушку уже, ну, возили, да? А знаете, мне кажется, что сенферния, она обостряется к осени. А, вот, наверное, у него как раз сейчас обострение. Ну, вот-вот. Это все плохо. Нельзя смеяться над убогими. А я не смеялся над ним, я с ним серьезно разговаривал. Он сказал, что... А вы серьезно загаривались даже со мной. Ну. Ну, да. Ну, я же со всеми стараюсь... Вы все тоже убогие. Ну, я же не знаю. Вот вы знаете, как звали отца Степана Андреевича Бендеры? Андрей? Ну, вот, нормальный человек, здравомыслящий. Мало кто может ответить на этот вопрос. Ну, блин, ну, вы же сказали все ответы. Ну, а люди говорят, нафиг мне надо, у вас Бандера. Я, ну, я и знать его не знаю. Я потом следующий вопрос... Я тоже не хочу его знать, он, мне кажется, вообще нехороший человек. Я потом задаю вопрос... Ну, вы же сказали Степан Андреевич Бандера. Да. То есть, соответственно, отец Андрей. Ну, а потом я спрашиваю, как звали отца Медведева Дмитрия Анатольевича. А как звали отца Екатерина Второй? О, вот это уже беда. У нее же отец имел немецкое имя какое-то. Нет. Не немецкое, не? Нет. А-а-а. Не Алексей. Подумайте. Алексей не было. Не Алексей, но не помню, не помню. Ладно. А как звали мать Ивана Грозного Первого? А, вы историк, кстати, да? Нет, я не историк. Вообще нет. Не краешка. Потому что если историк, у меня будут очень, ну, такие вопросы к истории, ну, хорошие. Ну, у меня, например, к вам историк вопросу. Ну. Не, я не историк, я просто... Большие. Я не историк. Я не историк. Не историк. Не, ну, мало кто знает мать. Как звали Ивана Второго Мать? Да, ну, мало кто это знает. Первого. И первого, и второго вряд ли. Я знаю, я, например, знаю. И как? А вы знаете? Нет. Глинская? Что Глинская? Фамилия Ольга Глинская. Нет. Ольга Глинская, да. А, звали Ольга. Ну, я, вот, к моему стыду я этого не знаю. Не знаю. Зато я знаю, когда освободили Отечество. И закончилась Отечественная война. Кстати, кстати, какое Отечество? Союз Советских Социалистических Республик. Хотя, хорошо, а какое Отечество было у нас, когда началась Великая Отечественная война? На какое Отечество напали? Да подумайте. На какое Отечество попали? Ну, блин, мне представляется просто такая страна в этих республиках. А что, какой правильный вопрос? Мне кажется, ответа правильного не может быть. А какая страна была? Как страна называлась в 1941 году? СССР. СССР. Ну, соответственно, на какую страну напали? Я же сказала. На СССР. Да. Ну, правильно, логично. В 1941 году. Вообще война начала с 1939. Какая? Как она называется? Это война. Германская? Ну, тут, кстати, многие бы спорили, да? А я, я мог бы согласиться с вами, что германская, советско-германская война. Ну, советско-германская война началась не в 30 лет. Она не советская, она мировая. А, мировая? Это мировая, да. Вторая мировая. В 1939. Это точно. Да. А Великое Отечественное? Можете посмотреть. В 1941. В 1941. Напали на Отечество, на Советский Союз. Да. Без этого самого, как сказали, как же это слово такое было интересное. нарушив пакт о безоговорочном, или как там, блин, забыл слово. Ну, короче, они вероломно нарушили Союз. Ну, вероломно напали на Советский Союз. Да, да, да. Люди гуляли эти, как их называют, такие хорошие свои праздники, типа выпускные. А на них хуяк и бомбу. А зачем они это сделали? А думаете, есть вы ответ на этот вопрос? Ну, злые языки говорят, что они хотели поменять этот режим в Кремле. Да нет. А вы знаете, да? А вы видели тапочки в этом самом крематории? Это же, по-моему, вообще жопа. Зачем? Зачем? Почему? Это, мне кажется, вообще необъяснимо. Необъяснимо. Или кольца, или кольца у людей, эти обручальные. Ну. Я думаю, это невозможно объяснить. Мародёрили. Они были мародёрами, правильно? Это не мародёрство. Не мародёрство? Геноцид. Ага. Не, а то, что кольца, это же мародёрили. Кольца просто лежали. Мародёрили, это если бы спёрли. Ага. Они не спёрли, они не спёрли. И тапочки лежали. Никто ничего не спёр. Это геноцид. Ага. Я понял. Так, когда закончилась Великая Отечественная война? В 45-м? В 45-м? Нет, когда Отечество освободили, я имею в виду. В 45-м? Нет. В каком? В 44-м. Я только в 45-м. В 8-м даже. Даже круче скажу, в 8-го. В 8-го подписали, закончилась Германская война. Да, в 8-го подписали, и капитуляция была полная. 9-го объявили, ну, типа официально. Ну, это капитуляция. А когда Отечество освободили? Оно было захвачено? Ну, частично было захвачено. Не было. Советский Союз? Нет, не было. А, война проходила на территории каких стран? Чехия. Германия. Война проходила на территории Чехии и Германии? А, война проходила на территории Великой Второй Мировой. Что? Великая Вторая Мировая война. Ну, Великая Вторая Мировая. Великая Вторая Мировая. Мировая, да? Мир воевал. Да? Ну, да. Ну. На территории Чехии и Германии? Я просто знаю, что оккупанты были прикольные такие. Они все сдались. Чехия, Германия, Польша. Все сдались просто как... Просто сдались. А кому они сдались? Это самая хорошая тактика, кстати. Я бы... Как женщины, да. Как женщины я скажу, что это хорошая тактика. Сдаться? Да. А, и получать удовольствие? А вы думаете, что... Что биться равными силами, это прям прикольно? Нет. Не думаю. Я думаю, что это не поможет. Ну, как вы считаете, если напал насильник, лучше отбиваться от насильника или отдаться ему и получать удовольствие? Знаете, если бы вы говорили про меня, если бы говорить обо мне, про меня лично, я бы, наверное, билась до смерти. До крови, до смерти. Зачем? Ну, потому что я такая. А, вы садамаза захистка. Вы хотите вместо удовольствия получать какую-то боль, да? Я знаю, что это провал. Я знаю, что это неправильно. Но я, блядь, я не сдам себе сбоя. Ага. Я такая. Я такая. А, вы садамаза, да, это называется? Или как это? Я вообще не знаю. Это... Нет. Это называется... Ну, я не могу. Ага. Не, я просто, ну, обычно люди хотят... А вы бы сдались? А вы бы сдались? Вот вопрос в обратку. А, ну... Вы бы сдались? А, вы вопросом на вопрос отвечаете, да? Вот просто, да. Вот вы бы сдались? Не, смотрите, вы только что пять минут назад сказали, что они сделали правильно, что сдались. И вы их хвалили. Я не хвалила их, я сказала, что правильно сделали, но я не хвалила. Ну, не, ну, правильно сделали. Ну, а правильно сделали. Я сказала, что соусо одобряю. Ну, вы одобряете сдаваться, вот как они сделали, правильно? Наверное, это было правильно. И через минуту говорите, что вы бы сражались до конца. А вы бы что сделали, если бы на вас напал насильник? А что сейчас делает Украина? Российская Федерация напала на Украину или не напала? Что бы вы сделали? Я задала вопрос. Я отвечаю. Что сейчас делает Украина? Что бы вы сделали? Или она воюет? Что бы вы сделали? Воевали бы. Что бы вы сделали? Что бы вы сделали? Сейчас, секунду. Я просто на работе сейчас нахожусь. Ничего не будете? Потому что вдруг клиенты зайдут, мои пациенты. А у вас праздник какой-то сегодня? Хэллоуин. Хэллоуин? Смотрите, у меня свечка горит. Ой-ой-ой. А вы с ведьмами как-то связаны? А вы верьте ведьмам? Нет, но я просто знаю, что от этот самый Попы, Попы Московского Патриархата, они сказали, что военнослужащие российской армии воюют с сатанистами. А вы знаете, что ведьмам не бывает? Не бывает? Нет. А Попы об этом знают? А вы кто? Я не Поп, я зоопсихолог. Зоопсихолог? Слушайте, у меня проблемы реальные. У меня кошечка, у неё какая-то штучка на ножке. Прямо такое было... Короче, фото делали рентген, и у неё какая-то хуйня прям из ножки торчит. Не, а так к травматологу или к хирургу, а я ж зоопсихолог. Ваша кошка писает вам в постель? Нет. Ну, всё нормально, с психикой у неё всё нормально. Она умная. А ваш муж на спецоперации или где? Я не замужем. Вы не замужем? Почему? А вы? Я тоже не замужем. Вот! Какие странные вопросы у вас возникают. Я тоже не замужем, прикиньте, да? Так бывает. Да. Давайте угадай мелодию играть. Чего? Угадай мелодию играть. Нет, я мелодию не люблю. Так, а вы в чат-рулетке потенциально нашли какого-то подходящего или нет? Вы зачем надели эту цапку? Ну, чтобы быть на одной волне. Говорят, надо с человеком быть на одной волне. Надо быть на одной волне, да. А вы давно в чат-рулетке вообще общаетесь? Если честно, нет. Но месяц-два. Два месяца? А вы пробовали, кроме Украины, ставить, например, Российскую Федерацию? Пробовала. Это плохо. Почему? Это плохо. Спасибо. Парни там не очень. Честно. А что так? Даже попец не с кем. Они, мне кажется, даже умом не отличаются. Туповатые, да? В Украине-то не очень. В России-то совсем капец. Беда, да? Беда. В Украине плохо? Плохо. Конечно, плохо. Еще хуже. Я понял. И что же делать? Молодой незамужний. И к тому же еще и убивают. В армию убивают. А зачем Путин вот это делает? Берет мужиков, отправляет. Их и так не хватает. Он их отправляет, чтобы их там, ну, обнуляли. Меня спросили. Меня? Это он так хочет бороться с, я не знаю, с чем. Вы меня спросили? Я сейчас спрашиваю. Вы меня спросили? Ноль вопросов. Слушайте. Так это же получается, после вот этой войны. Вообще мужиков нет. Это тоже своего рода геноцид. Ну да, геноцид. Может, текать пора со стороны? Куда? Куда текать? В загнивающую гейеропию. Нас не берут никуда. Вообще никуда не берут? Ну, сказали. Да, у нас закрыто. Даже Финляндия. Даже Италия. Даже все закрыто. Нас никуда не берут. А что же делать? Надо что-то же делать. К японцам? К японцам. А к японцам? Что не очень, да? Будем узенькие глазки. Китай. Китай может взять. Еще клещи, блядь. Они странные, блин, желтые. Фу. Вы видели китайцев? Живых. Ну, видел, да. Ну, сказать, что это сексуальное желание вызывает, ну, наверное, не сказать. Окей. А вот вариант такой, я знаю, многие незамужние женщины берут туры в Турцию, и там есть бойфренды, которые, ну, с удовольствием с ними общаются. Турки красивые, я не спорю, очень красивые. Но, блин, это все на унижении построено. Это тоже неправильно. Не, ну, зато они как-то, ну, человеческие потребности. Турки, они красивые, они очень красивые. Турки очень красивые. Вот. Ну, а вы были в Турции? Турки очень красивые. Вы покупали путевку в Турцию? Она стоит там 300-500 долларов. Я была в Турции, я была в Египте, в Турции. А, ну, вот, какие больше мужчины понравились, вот, турки или египтяне? Ну, Роман, закрутили с каким-то турком или нет? Нет, конечно. А что же вы туда ездили? Отдыхала. Не, я понимаю, отдыхала, но приятное с полезным. Я с коктейлью. А? Я с моря. Я такая, я ничего такого лишнего не себе позволяла. Какой смысл было ехать в Турцию за 500 долларов, чтобы не получить там удовольствие, я не могу понять. Это что? Мне папа римский говорит. Нет, а зоопсихолог говорит. Я же просто, ну, думаю. Зоопсихолог? Молодые незамужние женщины, почему покупают путевку в Турцию? Чтобы там, ну, оторваться по полной. И была куча воспоминаний на целый год. Нет, 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 нет. Так получается, вы так и не отдохнули. Чего же вы туда ехали? Чтобы в море покупаться? Конечно. А думаете, что? Ну, не знаю, это же ваша личная жизнь, ваше удовольствие. Вы так съездили, не получив удовольствия. Ну, а подкатывали вообще, ну, молодые турецкие мужчины? Да. Ну, и чего? Ну, если честно, если честно. Ну, разок было, разок было. Два разка было, да? Чурки бесят. Ничего не помню. Чурки меня бесят. Вы же сказали, что они красивые. Красивые, но бесят. Это жесть. Красивые, но бесят. Да. Там, я думаю, даже, знаешь, грузинцы и азербайджанцы и какие-нибудь там туркмены тоже красивые. Но это не значит, что с ними надо спать со всеми. Не надо с ними спать? Нет, конечно. Хорошо. Вы прям расистка какая-то. Знаете, как листы журнал? Или что-то такое. Не, я понимаю, если вы приехали в Турцию... Вот этот красивый, вот этот красивый, вот этот красивый, вот этот красивый. И ты красивый. Но, однако, я же не стану спать со всеми. Я что, тебе помык, что ли? Не, ну, это... Хорошо. Можно листать, если есть выбор. Так вы вот листали. Этот не подходит по нации, этот не подходит. Ну, там были какие-то, например, в Турции... По нации, по нации это уже вопрос Гитлеру, наверное. Да вы же сами только что, как Гитлер, сказали, этот не подходит, эта нация не подходит. Они красивые, они красивые. Блин, если честно, то да. Ну, вот. Я, наверное, смогу... Вы, наверное, вот в Третьем Рейхе вам бы... Вот если бы вы одели нацистскую форму, да еще с батагом, было бы как раз оно, да? Или нет? Если честно, то да. Ну, вот, видите. Я с вами на одной волне. Я не одобряю, но... Ну, блин, наверное, да. Ну, вот. Ну, а вы нашли там какого-то? А вы думаете, что? А сам-то думаешь, что? Не, ну, тут смотря от количества, сколько мужик выпьет. Как вы думаете, вам нравится азиатки? Нравятся. У меня критерий такой, красивая или некрасивая, вот и все. А есть еще такой критерий, сколько я выпью? Вот, выпью я сколько или сколько я не выпью? Очень много попадается таких, что, ну, я сколько не выпью, у меня здоровья не хватит, сколько выпить. Вам нравятся креолки? Да, мне все нравятся, главное... Вы видели, ну, что... Посмотрите, какие красивые есть азиатки из красивой креолки. Вообще супер. Вообще? Вообще красивые. А какая Наоми Кэмпбелл? Это же просто, вообще, просто охереть. Без разницы. Главное, чтобы человек был красивый. Наоми Кэмпбелл, видели? О, это же вообще... Да, мы сбились с темы, да. Слушайте, ну, а вы... Вы работаете, у вас женский коллектив или какой-то смешанный? Кем вы работаете? Да, у нас змеючий, гадючий коллектив. В бухгалтерии где-то или в налоговой где? Я сказала, земельные права отношений. Еще раз, семейные? Земельные. А, земельные. А, типа как землеустроители, вот это что-то как-то оно называется, да? Земельные. Ну, скажем так. Понятно. Так вы вообще замужем никогда не были? Никогда. Вообще никогда? Никогда. Ну, а хорошо замужем не были, а жили с каким-то молодым человеком? Да, достаточно. Два раза? И как? И что разошлись? Ну, один мне сказал, что... Я просто говорила, что, типа... Отметь мой суть. Я сказала просто, мне нужно хотя бы понять, что ты хотя бы хотел бы что-нибудь, чтобы было у нас. Например, ребенок. Он такой... Я такая... Ну, пошел. Второй. 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 Очень хотел ребенка. Угу. Но я видел какую-то неприятинку. Чего-чего? Я ему не поверила. А, он хотел, а ты не поверила. Ну, вы не поверили. Не поверила. Не поверила. Ага. Это видно, это видно. А как это видно? Сказать тебе правду? Ну, скажи, да. Правда или действие? Чего? Правда или действие? Не понял. Правда или действие? Не знаю. А, я тебе тоже вопрос. Если правда, если правда, то ты скажешь правду. Если действие, то ты что-нибудь сделаешь. А, что я могу сделать? Я ничего делать не хочу. А, игра такая. Какой интересный. Ты хочешь узнать у людей всякие штуки, а сам ты ничего не хочешь рассказывать. Нет, нет. Такой интересный. Тут же я зоопсихолог. Я жду. Зоопсихолог? Да. Ну, я же просто человек, а ты зоопсихолог. Ну, да. Это же животные. Ну, да. Тут просто немножко не по профилю. Немножко не по профилю. А ты бы как папа римский одет. Ну, бывает. Ладно, ну, в чат-рулетке хоть познакомилась. Ты познакомилась с кем-то в чат-рулетке? С тобой. И все, да? Вот это я единственный за два месяца, да? О, нет, 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 нет. У меня еще какие-то были парни. Были, были. Были. И что? Телефонами обменялись, не? Да, общаемся. До сих пор. Катя. Катя. А, вот и Катя пришла. Привет, Катя. Привет, Катя. Ладно, добро. Давай, удачи тебе в твоих поисках. Давай, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok